Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Как осуществляется надзор за экологической безопасностью? Какие права и обязанности имеют граждане и организации в сфере исполнения законодательства об охране окружающей среды? Об этом говорим сегодня. И в нашей студии заместитель Самарского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Руслан Метерев. Здравствуйте, Руслан Евгеньевич. Здравствуйте. Разрешите сразу уточнить, особо режимные объекты это какие? Самарская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах – это специализированная прокуратура, которая осуществляет надзор за предприятиями оборонно-промышленного комплекса Самарской области. Эти предприятия располагаются у нас на территории города Самары, на территории города Жигулевска, города Чапаевска и Волжского района Самарской области. А в целом государственный экологический надзор, он из чего состоит и особенности вашего такого специального подразделения, я бы сказала, если так можно, они в чем заключаются? Ну, начну как бы с особенностей. Особенности нашей спецпрокуратуры заключаются в том, что наши поднадзорные объекты, как я уже говорил, это предприятие оборонно-промышленного комплекса. Эти предприятия выполняют по большей степени государственный оборонный заказ. Это крупные промышленные объекты с развитой инфраструктурой, транспортной, производственной инфраструктурой. Фактически на этих предприятиях работает значительная часть жителей нашей Самарской области. А предприятие выполняет обязанности как работодатели, то есть мы надзираем за исполнение трудового законодательства, как исполнители по государственным оборонным заказам. Мы контролируем вопросы исполнения гособоронного заказа, сроков исполнения, финансирования и прочее. И одно из следующих наших направлений – это вопрос соблюдения данными предприятиями природоохранного законодательства. Ну вот если надзор, то должны быть и нарушения. А в чем они выражаются? Какие чаще всего происходят нарушения? Зачем вы следите, что контролируете? Нарушения. Поскольку сфера природоохранного законодательства весьма разнообразна, то и нарушения тоже у нас в значительной степени нетипичные. Но чаще всего это нарушения связаны с ненесением установленной сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду, превышением предельно допустимых выбросов атмосферного воздуха. И значительная часть этих нарушений также связана с отходами производства, с производственной деятельностью предприятий, поскольку все эти предприятия разные, отрасля промышленности разные. Есть ракетно-космическая отрасль, авиационная отрасль, есть также химическая отрасль. Вот при производстве образуются так называемые производственные отходы. Они очень большое негативное воздействие оказывают на окружающую среду и на жизнедеятельность человека в целом. Особенно мы понимаем, что это химическая промышленность. Так как это такое экологическое, я бы сказала, направление, то, наверное, вы с кем-то сотрудничаете, с какими-то органами, ведомствами, потому что одна прокуратура не может просто делать изомеры и так далее. Как выстраивается ваша работа? Из чего она состоит? И вообще, как вы реагируете на какие-то нарушения, еще на что-то? Какой схема, механизм? Для проведения проверок, безусловно, мы привлекаем специалистов контролирующих органов. Контролирующими органами у нас является управление Роспотребнадзора по Самарской области, в некоторой части Среднеповолжского управления Ростехнадзора. Муниципальный экологический контроль также осуществляется. В некоторых случаях для проведения каких-то лабораторных исследований, экспертиз, также привлекают специалисты соответствующих экспертных учреждений. На практике такое уже бывало не раз. И благодаря нашему взаимодействию и работе в этом направлении, совместными усилиями, выявлялось значительное количество нарушений. Я у них уже рассказал, в каких сферах это все выявлялось. А в целом, как меняется законодательство? В последнее время такая тенденция, что ужесточаются меры наказания, а здесь вот в этом направлении что-то появляется новое? Вы знаете, указом президента Российской Федерации 5 января 2017 года Россия объявляет год экологии. То есть это одно из наиболее важных направлений действенности государства в текущий период времени, поскольку государство признает, что необходимо усилить работу в сфере соблюдения природоохранного законодательства. Для этого все органы государственной власти работают в рамках собственной компетенции. А прокуратура, как надирающий орган, имеет право в случае выявления нарушений принимать меры прокурорского реагирования, так называемые, которые все указаны в законе о прокуратуре Российской Федерации. А это принесение протеста, например, на незаконные правовые акты, это внесение представлений об устранении нарушений закона, объявление предостережений, в случае, когда еще предостережение не совершено, но имеются достаточные данные, указывающие на то, что оно будет совершено, так называемые превентивные меры. Это возбуждение дел об административных правонарушениях, предусмотренных кодексом, об административных правонарушениях и законом Самарской области, об административных правонарушениях на территории Самарской области. То есть прокурор вправили возбудить любое дело об административном правонарушении. И одной из самых наших серьезных мер реагирования — это направление материалов проверок в порядке пункта 2, часть 2, статьи 37 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации в орган предварительного расследования для рассмотрения вопроса об инициировании уголовного преступления по уголовному делу по факту выявленных нами нарушений закона. Такие меры прокурорского реагирования. С нашей прокуратуры практически все указанные меры используются в комплексе. В случае выявления нарушений возбуждаются административные дела. Наравне с этим одновременно вносится представление об устранении нарушений закона. Поскольку задача наша не только пресечь административное право нарушения, чтобы должностные лица или юридические лица понесли заслуженное наказание, но в то же время это устранить допущенные нарушения закона, принять меры для того, чтобы эти нарушения в будущем не повторились. Поэтому помимо, как я уже говорил, административного, инициирования административного преследования, мы также еще осуществляем контроль за ходом исполнения наших представлений и смотрим, действительно ли предприятиями нарушения устранены, или это, скажем так, какая-то формальная работа была проведена. Требуем, в том числе, привлечения лиц виновных в нарушениях закона к дисциплинарной ответственности. Да. Вот вы сказали, что уголовная ответственность предусмотрена, это очень серьезно, и случаи такие случаются. Действительно, вот как часто они происходят и в связи с чем? Вот что нарушается такого, что грозит даже уголовной ответственностью? Вы знаете, на практике нашей Самарской прокуратуры, например, в 2016 году была проведена проверка на территории одного из крупных чапаевских предприятий. И был установлен факт загрязнения почвы, отходами, нефтепродуктами, общая площадь которых составила свыше 357 квадратных метров. По получениям справки специалиста, который указал, что данный вред наносится значительным ущерб экологической обстановке, прокурорам было вынесено постановление в порядке пункта 2 статьи, пункта 2 части 2 статьи 37 уголовного процессуального кодекса Российской Федерации и направлено в орган предварительного расследования для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. И вот 13 февраля 2017 года, по данным факту, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 254 Уголовного кодекса Российской Федерации, порчи земли. Дело сейчас, в настоящее время, находится на стадии расследования. Но этот случай, он в настоящее время пока что единичный. Безусловно, чаще всего возбуждаются административные дела, как наиболее такие. Часто допускаемые. А штрафы? Вот я спрашивала уже об ужесточении, так скажем, законодательства. Они растут, вот штрафы, если речь идет об административных правонарушениях, которые... Ну, тенденция к увеличению, да. К увеличению, да. К увеличению, и она, в принципе, всегда штрафы в сфере вот нарушения природоохранного законодательства, они были значительными. Вот у нас практика есть, например, что также одним из чапаевских предприятий была загрязнена почва, ну, не в таком, конечно, масштабе, как вот в случае, когда я сейчас рассказывал вам. Она была загрязнена нефтепродуктами, металлами. Концентрация относительно фоновой, предельно допустимой, была превышена там от полутора до трех с половиной раз. И предприятиям не выполнялись обязательные мероприятия по улучшению защиты земель, охране от эрозии, предотвращению там других процессов или иного негативного воздействия вот на окружающую среду. И все это повлекло, безусловно, к улучшению качественного состояния земель. По данному факту было возбуждено два административных дела в отношении генерального директора одного из крупных предприятий и в отношении юридического лица самого предприятия. И постановлениями Управления Роспроводнадзора по Самарской области должностное лицо было привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 Кодекса об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, а юридическое лицо было привлечено в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Но вообще тема экологии это тема такая общественная, очень широкая. Скажите, а вы сотрудничаете с какими-то общественными экологическими организациями, с обращениями граждан, которые вот что-то увидели, где-то какое-то нарушение? Или нет? Или у вас по-другому выстроена система? Или реагируете все-таки на такие заявления? Да, мы реагируем. Я, опять же, в качестве примера могу привести следующие факты. Когда, во-первых, к нами стематически запрашивается информация в разных органах государственного контроля, в органах местного самоуправления, о фактах, признаках выбросов в атмосферный воздух, например, каких-то химических отравляющих веществ. Безусловно, поступают обращения граждан. Но они незначительны, эти обращения граждан, потому что... Ну да, нужно специальные исследования, наверное, проводить, чтобы быть наверняка уверенным, что какие-то произошли. Ну, вы знаете, я считаю, что тут еще проблема в том, что наши пока граждане не застряют на этом свое внимание, так скажем. Потому что в моей практике поступало два или три обращения всего за два года. По крайней мере, по нашим предприятиям, да, что якобы были выбросы в городе Самаре, было и в нашем многострадальном городе Чапаевске, в котором чаще всего у нас почему-то нарушение выявляется. Это связано со многими факторами, в том числе и социально-экономическими. Это связано с обеспеченностью предприятия необходимыми очистными сооружениями, установками. Все понимаем, что есть предприятия, городообразующие, так называемые, у которых есть средства для того, чтобы их вкладывать в инфраструктуру и защищать экологическую обстановку. Где-то этому не уделяется, так скажем, должное внимание. Для этого мы и проводим наши проверки, то есть вычленяем эти предприятия, проводим, принимаем меры прокурорского реагирования и хотя бы пытаемся на системной основе этого работы проводить, чтобы вот обязываться. Понятно. А слушайте, а сами работники вот этих предприятий могут к вам обратиться, если чувствуете, что у них вот именно какая-то экологическая что-то несоответствие, что их права в этом отношении нарушаются? Да, это было бы очень хорошо для нас, потому что в таком случае мы могли бы наиболее оперативно на такие нарушения реагировать, то есть не в плановом порядке эти проверки проводить, а в внеплановом, когда есть факт, совершившийся, когда можно выехать с участием специалистов и вот эти факты зафиксировать. Это касается чаще всего выбросов атмосферного воздуха, потому что, допустим, происходит он ночью, по информации гражданина или произошел он ночью, в котором уже остались последствия, так скажем. На следующий день уже в атмосферу все превышло. Действительно, есть специфика в вашей работе. Это и серьезно, и интересно. Вот я думаю, что наиболее такой больной темой является эта тема отходов, потому что загрязнение там налицо, наверное, да, они не все вот безопасные бывают, эти отходы. И как вы в этом направлении работаете, что делается, чтобы все это предостеречь, потому что действительно представить, сколько там воздуха, воду, в землю может уйти от тех же промышленных каких-то предприятий, отходов. Ну да, это вот так называемые элементы природной среды, окружающей, как вы сказали. И сразу вот продолжение обустощения законодательства. Вот яркий пример этому. Ранее деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, она первого и четвертого класса опасности, она не была лицензированной. То есть с 1 июля 2016 года эта деятельность стала лицензированной. А что это значит лицензирование? Это значит то, что Управление Росприродного отзора проверяет, может ли предприятие, может ли юридическое лицо самостоятельно эту деятельность осуществлять? Или для этого необходимо привлекать специализированную организацию, у которых есть лицензия, у которых есть материальные средства, производственные мощности для того, чтобы утилизировать? Те же самые отходы – это все, что мы сталкиваемся каждый день в своей повседневной жизни. Лампы, освещение. Если они содержат ртуть, это опасный отход. А были такие факты зафиксированы, что вы ртуть находили где-то? Потому что это же действительно, на самом деле, тут… Да. Ртуть мы находили… Во-первых, ртуть мы находили на предприятиях, знаете, в помещении, которое не отвечало предъявляемым требованиям, насколько они хранились, фактически были раскиданы по всему цеху, и некоторые из них были уже в разбитом состоянии. Когда это наши сотрудники обнаружили, с участием специалистов, опять же, органов контроля, незамедлительно были приняты меры, и были возбуждены административные дела, были внесены представления по данному факту, и в течение месяца, устраняя нарушения, которые мы указали в нашем представлении, предприятиям были приняты меры, они заключили договор специализирующей организации, все это собрали, вывезли и уничтожили, ну, утилизировали, так скажем. Да, потому что… А вот, если можно, чуть подробнее, отходы с артутью, есть возможности утилизации? Потому что часто говорят, вот мы хотели бы утилизировать, но там нет у нас возможности, это нужно куда-то там везти, еще что-то. Вот как выстроены вот эта система? Для утилизации нужны, безусловно, специальные полигоны. Они у нас есть. Я не могу, конечно, сказать. Возможности есть, да? Возможности есть, да, да. Потому что иногда говорят, что нет специализированных, и вот мы тут… Да. Парретуте ведь, они же оказывают негативное влияние на нервную систему человека, вызывают его эмоциональную неустойчивость, повышенную утомляемость, снижение памяти, в принципе, влияют на здоровье человека, как раз отравляющее воздействие. И это ведь было все на предприятии, то есть там, где работали работники. Отходы, как я поняла, делятся на отходы производства, отходы потребления. Но отходы производства представляемые, отходы потребления о чем идет речь? Отходы потребления, ну, в бытовом смысле. А, это в бытовом смысле. Да, в бытовом смысле. То есть с предприятиями никак не связано. Да, не связано. И вот опять же, если касаемо ртути, например, выявляли факты, когда предприятие после ужесточения законодательства, когда деятельность по транспортировке, транспортировке этих отходов стала лицензируемой, оно самостоятельно в своем собственном транспортном средстве, как раз опять же, отходы ртутные везла на полигон. Вот по данному факту, опять же, составили постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, несли представление. Вот впоследствии эти предприятия стали заключать договоры с специализированной организацией, которая это может делать, у которой есть на этой лицензии, у которых есть право на осуществление такой деятельности. Но ртуть встречается, безусловно, на постоянной основе. Ну, были скрыты и более, там, такие масштабные факты. Это когда на предприятии хранилась серная кислота, срок ее годности был до 1996 года, обнаружили мы ее в 2016 году, причем в помещении, которое не отвечало требованиям предъявляемым, там элементарно отсутствовали ворот и запорные устройства. А серная кислота в таких масштабах, она пожароизрывоопасна, то есть она реагирует с водой, опять же оказывает отравляющее воздействие. Мы незамедлительно это установили, в тот же день приняли меры прокурорского реагирования, хотя бы в тот же день предприятие озаботилось тем, чтобы установить элементарно запорное устройство и пресечь несанкционированный доступ в это помещение. И в течение месячного срока, опять же, специализированной организации был заключен договор на вывоз и утилизацию серной кислоты, и это все было сделано. То есть подчеркиваю то, что работа сводится не только к тому, чтобы привлечь к ответственности, а еще чтобы эти нарушения были устранены конкретно и в самый кратчайший срок, безотлагательно. Еще какие-то, может быть, такие громкие дела, вот ртуть, серная кислота, еще на что вы обращаете внимание, что происходит тоже в области, бывает, с какими веществами сталкиваетесь вот с вредными и пресекаете вот это, даже не знаю, как безалаберность, безхозяйственность и так далее. Ну, вообще, это одни из самых таких частых ситуаций. Ну, обнаруживаются, например, отходы, металлическая стружка, которая складируется не специально, не специально выделена для этого места, которое должно быть забетонировано под ним пол, а вот там на земле по факту. То есть дождик проходит, вся эта ржавчина в итоге, коррозия, все это стекает в землю. Такие факты выявляются нами. А вообще, чем предприятие больше по своим объемам, по своей площади, так скажем, а есть предприятие, где охранная зона только 10 километров по периметру составляет, конечно, при осмотре территории периодически мы находим, о чем я уже говорил, и металл, который складируется и всякие разные химические элементы, которые потом, когда проводятся исследования, выясняется, что это отходы производства. То есть пресекаем, доставляем. А вот если говорить не о таких больших предприятиях, а вот сейчас очень актуальны такие свалки, которые вот просто водитель загружает, вывозит куда-то и сваливает. Вот что к этому, какие меры воздействия, какое наказание за это грозит, несанкционированные так называемые свалки, потому что вот в городе поднимают вопрос, потому что случаи есть такие, чтобы не на полигон деньги не платить, а вот по дороге куда-то вывалил и дальше поехал. Опять это то же самое обращение с отходами производства или потреблением. За это и состав административного правонарушения. Административное все-таки. Да, но в нашей прокурорской практике такого не было, потому что все, что мы находим, мы находим на периметре предприятия. У нас же все предприятия являются режимами, то есть там несколько зон ответственности, они все обнесены высоким забором, все, что внутри, это подназорно нам, так скажем. Вот, практики такое, чтобы предприятия вывозили мусор и сваливали его, например, где-то там в ближайшие обочины. Ну, больших, конечно, у них все-таки, да. Мы часто говорим о том, что у нас есть у всех обязанности, у юридических лиц, и у физических, в том числе в плане экологии, но редко как-то говорим, какие у нас есть права. Вот что, ну, как частное лицо понятно, что мы имеем какие-то права там на чистую воздуху, воду и землю, а вот в отношении юридических лиц, какие у них есть права? Ну, да, как вы правильно заметили, у нас есть у всех право на благоприятную окружающую обстановку. Это основополагающее право конституционное. В предприятии, безусловно, здесь больше обязанностей, чем прав. Но, например, тоже право на получение лицензии, на обращение с отходами производства, употребления первого и четвертого класса опасности, то есть предприятия, которые заинтересованы в том, чтобы самостоятельно эту деятельность проводить, в случае, если они соответствуют лицензионным требованиям, у них есть достаточные для этого средства, ресурсы, то они могут получить лицензию на эту деятельность и самостоятельно ее осуществлять. Они имеют право на получение информации о том, когда им вносить, например, плату за негативные воздействия. А имеют право получать информацию о том, когда в отношении них будут контролирующими органами проводиться проверки. Это основополагающее право в рамках защиты прав предпринимателей. То есть мы же знаем о том, что проверки проводятся на основании разрабатанных органами контроля планов. Контроль у нас бывает, осуществляется федеральным органам государственной власти, органам местного самоуправления. То есть каждое юридическое лицо, каждый предприниматель, так скажем, знает, когда в отношении него будут проводиться плановые проверки и знает о том, какие есть права и обязанности органа контроля при проведении данных проверок. Соответственно, знает, какие у него есть права. Например, в рамках контрольной деятельности предприниматель знает, что будет проверять контролирующий орган. То есть в распоряжении о проведении проверки указывает предмет проверки. Имеет право ознакомиться с материалами проверки. Имеет право ознакомиться с актом проверки. Имеет право его обжаловать в суд. имеет право, соответственно, присутствовать при проведении проверки. Это тоже важное право, когда представитель юридического лица может находиться с представителем проверяющего органа и давать пояснения свои по каким-то вопросам. То есть все это проводится при нем, соответственно. А вот если все-таки проанализировать, как складывается вот эта ситуация в таком природоохранном, если ракурс ее брать, в Самарской области, какие причины приводят к тому, вот к этим нарушениям? Почему люди идут на это, чтобы нарушать закон природоохранный, еще что-то? Что мешает? Какие есть причины, основания? Насколько я могу судить об этом, я думаю, что это причина экономическая, прежде всего, потому что, я уже говорил, например, чтобы утилизировать ртутные отходы, нужно за это заплатить предприятию полигона. Чтобы строительный мусор элементарно был принят на полигоне, за это тоже нужно платить. Вопрос экономический, оплата, она ведь весьма высокая, потому что и там, и там предприниматели. Только один производит, а другой за ним пытается утилизировать, утилизирует его отходы, которые возникли в процессе производства. Или нет денег на установку каких-то фильтров и так далее. Да, да, все правильно говорится, да, и нет денег на установку какого-то специального оборудования. Это тоже, оно дорогостоящее. Но здесь должно быть влияние такое сильных экологов, наверное, на эти обстоятельства, чтобы принуждать, как-то побуждать вот владельцев и руководителей и так далее этих предприятий, чтобы на самом деле именно в год экологии должен быть какой-то толчок для этого. Ну, толчок должен быть, как бы, он должен не только быть по отношению к предпринимателю, вот бери и делай, да, то есть в законе написано, либо будешь привлечен к ответственности. То есть мое мнение, что тут эту проблему можно решить только комплексным способом, то есть это какие-то возможно можно принять меры для того, чтобы... А государство их принимает, эти меры, кстати. Принимает. Например, малый и средний бизнес тот же самый. Он же не проверялся в 2012 году. Да. Вот, когда на основании, по-моему, решения правительства в указе президента был введен мораторий на проверки малого и среднего предпринимательства, то есть как бы предприниматель давал шанс без какого-либо административного давления проработать и подготовиться к тому, что вот в следующий период времени проверки отношений его будут проводиться. То есть такие меры предпринимаются государством по снижению давления именно на конкретно субъектах малого и среднего бизнеса, например. А вот уже, знаете, субъекты крупных предприятий, я считаю, что у них есть возможность самостоятельно это законодательство осуществлять, потому что предприятия все обладают крупными производственными объектами. Они могут... у них есть достаточно средств для того, чтобы те же самые установки либо фильтры приобретать, либо отходы своевременного возить. Да. Ну вот вы работаете как раз с такими режимными объектами. Я хотела у вас поинтересоваться, насколько прокурор в данном случае вашем должен быть экологом? Насколько вам лично близка эта тема, экология? Потому что все-таки такое направление... Прокурор – это юрист. Вот чтобы не только буквой закона действовать, следовать, а вот если у вас такое экологическое природоохранное направление, вы тоже должны быть, наверное, в душе экологом. Или нет? Это или вот тут какой-то другой подход? Я, безусловно, переживаю за экологическую обстановку. Потому что работник органов прокуратуры, я, безусловно, им являюсь в рабочее время, и в нерабочее в том числе я им являюсь. Но и значительную часть времени я, как человек, обычно живу. Понимаете? То есть я также переживаю с человеческой точки зрения о том, что происходит сейчас в нашей Самарской области. Я не могу сказать, что в нашей Самарской области, кстати, самое, что у нас там экологическое бедствие какое-то. Нет. Но, тем не менее, проблемы, они везде есть. Они есть в каждом регионе. Да, и нарушения есть в каждом регионе. Это все связано с человеком, с его жизнедеятельностью. А на работе я следую буквально буквой закона, постараемся обеспечить сверховенство закона. Если есть нарушения, то привлекаем лиц к установленным законам ответственности. Инициируем это привлечение, по крайней мере. Но все пределы закона. То есть я бы сказал, без какого-либо внутреннего убеждения о том, что это нужно делать в первую очередь, или во вторую. То есть, видите, законы, они разнообразны. На предприятии также возлагается, например, обязанность по обеспечению трудового законодательства. И эти отрасли, они для нас, для работников органов прокуратуры, мы им одинаковое внимание уделяем, что трудовому законодательству, что природоохранному законодательству. Да. Ваша позиция понятна. Спасибо большое за то, что пришли. Рассказали о том, какая экологическая ситуация сложилась в нашей области, что вы с этим можете сделать, как на это воздействовать. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова